Охайо, дорогие лесятки! Почти у каждого произведения есть своя адаптация. Широким спросом на адаптацию обладают игры, поэтому они могут появиться в виде фильма, сериала и, конечно же, аниме. Ну а сегодня мы бы хотели обратить ваше внимание на файтинги, а точнее их адаптации в виде аниме. Сразу скажем, что сюда не будут входить аниме полностью в 3D, такие как Tekken, Blood Vengeance и мультфильмы, которые только имеют стилизацию под аниме, как недавние мультфильмы по Mortal Kombat. Однако перед началом напомним, что у нас есть Бусти и Патреон, где вы можете найти эксклюзивные видеоролики, которых нет на ютубе. Кроме того, не забывай, что лайк с подпиской это тоже подгон вполне годный. Так ты покажешь, что мы стараемся не просто так, а мы в свою очередь постараемся создавать ту годноту, которая тебе точно западет в душу. Что ж, заранее благодарим. Заваривайте какао-чаек. Кто понял, тот понял. Ну а мы начинаем. The King of Fighters Another Day Кто не знает, а большинство точно не знает, The King of Fighters, классный я такой англичанин, да, сокращенно Ков, это серия файтингов, знаменитая своей механикой 3х3. То есть ты выбираешь трех персонажей вместо одного или двух и дерешься с другой тройкой бойцов. Сценарист этого видео сейчас бы рассказал еще многое об этой серии игр, ведь является он большим фанатом. Но лучше не открывать этот ящик Пандоры. Теперь о самом аниме. Another Day является аниме по спин-оффу Maximum Impact, который является в свою очередь не каноном и вообще забыт самой СНК. В общем, это создание осталось вместе с жирным клиффхенгером в конце второй части. Само аниме должно нам развить характеры как новичков из спин-оффа, так и старичков из прошлых игр. И тут, конечно же, вопрос, получится ли это сделать и аниме. Ну, 50 на 50. Характеры Альбы и Сейра, главных героев спин-оффа, раскрыты нормально. Но не прям уж хорошо, но достойно. Из старых персонажей заинтересовали только Терри и Рок. Отец и приемный сын, соответственно. Интересная идея страха Терри, что его приемыш свернет со светлой дорожки, ведь Рок является сыном убитого мафиозника Гиза Ховарда. Да и в придачу Терри убил Гиза. Ну и Рок, конечно же, интересен со своими траблами о наследстве настоящего отца. А вот о других персонажах многого не скажешь. Просто манекены с некоторыми лорными особенностями. О сюжете говорить тоже не хочется, ведь его даже нет. Просто город горит, а потом не горит. Короче, лютый филер. А некоторые моменты можно пилить на анекдоты. Стояли два мужика, Альба и Кё, который управляет огнем, но не поджигал город. И Альба такой говорит, ты поджег город. А Кё такой, давай драться. Ну и вот дерутся. Потом приходит Йори, друг и по совместительству враг Кё, разнимает их, а Альба говорит, ты не поджигал город. И уходит. Затем Кё говорит Йори, спасибо, что спас. А Йори говорит, он мог бы тебя убить, а убить тебя это моя мечта. Конечно, в аниме не обошлось без драк. Драки здесь весьма неплохие, но очень мелкие. Анимация в аниме обычная, без минусов, но и без плюсов. Только некоторые лица персонажей можно поругать за непохожесть на свои оригиналы. Так что же в итоге? Филерный, иногда глупый сюжет и типичная анимация, но также малая, но всё же раскрытие персонажей и неплохо поставленные драки. В целом ставим оценку 5 из 10. Аниме на разок. А если вы фанаты хотите... Но если же вы фанат и хотите посмотреть аниме по кофу, то лучше позырить The King of Fighters Destiny. Тоже не идеально, но более стоящее вашего взгляда. Battle Spirits Rukino Ken. Я надеюсь, я правильно это прочитал. Недалеко уходя от кофа, расскажем об аниме по игре Art of Fighting. А почему? А потому что коф является не просто файтингом компании СНК, а целым коллабом персонажей компании. Поэтому тут есть Рио из Art of Fighting и выше указаны Терри из Fatal Fury. Всё. Отбросим коф. Сам Art of Fighting является типичным, но всё же крутыми и интересным файтингом. Основной особенностью его является графическое масштабирование. В общем, человеческим языком. Если персы удаляются друг от друга, то камера увеличивает масштаб и наоборот. Теперь об аниме. Оно адаптирует сюжет первой части Art of Fighting со своими особенностями. Сам сюжет рассказывает о друзьях Рио. Не путать с Рю. В аниме мафиозник мистер Большой похищает сестру Рио и девушку Роберта по имени Юри. И всё потому, что мистер Большой хочет заполучить кристалл Сириус и думает, что он у этих двух пацанов. Правда, в игре, конечно, была другая причина. Аниме просто бомба. Сюжет хоть иногда и не совпадает с оригиналом, но это только красит само аниме. А иногда отличия делает сюжет более логичным. Вот Рю из игр, он рыжий. А это Рю из аниме, он шатен. Теперь посмотрите на его сестру и отца. Какого цвета у них волосы? Драки тут поставлены, как в боевиках 90-х и, блин, попали прям в точку. Ведь в игре чувствуется этот вайп тех фильмов, где сюжет на втором плане, а на первом зрелищный экшен. И аниме эту особенность не потеряла. Анимация неплохая. Впрочем, выглядит дешёвенько. Но всё-таки стильно. Ставим оценку 9 из 10. Лютый кайф обеспечен как фанатам, так и тем, кто вообще не знает ничего про эту вселенную. Tekken The Motion Picture О Текене размышлевать толку нет. Ведь это одна из самых знаменитых серий файтингов наравне с Mortal Kombat и Street Fighter. Поэтому перейдём сразу к аниме. А не к тому, как я в 2004 году залипал в Текен на игровых автоматах. Сюжет является соединением сразу двух первых частей Текен. Поэтому события первой части перекладываются на события второй части. История здесь, как вам сказать, как фильм Текен. Конечно, не настолько убога, но некоторые схожести есть. И вы их заметите при просмотре обеих лент. Но я вам крайне не рекомендую, хотя бы из-за фильма. Конечно, в аниме есть интересные идеи, более-менее хороший посыл, сюжетная ветка с Джеком 2. И это вообще кайф. Но также здесь имеется малое или отсутствующее развитие многих персонажей, непонятные и иногда ненужные сцены с жестокостью, странный закос подхищника и сама скомканность повествования. Драки здесь... Стоп! А где они? Да, они есть, но они вообще очень мелкие и плохо поставлены. Анимация. Да, анимация есть. Но ставим оценку 5 из 10. Странно, непонятно и скомканно. И если бы не сюжетка Джека 2, то оценка была бы намного меньше. Tekken Bloodlines А тут поинтереснее, ведь если прошлая экранизация Tekken вышла больше 20 лет назад, то это уж более свежая адаптация, когда у серии накопилось 7 частей. Дофига спин-оффов в фильм, и до анонса 8 части остается несколько месяцев. Эм, так о чем были эти кровные узы? Это аниме повествует нам сюжет третьего Tekken, но в аранжировке седьмого. То есть некоторые персонажи имеют дизайн семерки, как например Джулия, а другие вообще сами из семерки, как Лерой. И тут, наверное, вы уже понимаете, что дело пахнет чем-то странным. Так-то сюжет показан на 70% правильно, 15% это измененный сюжет, а другие 5% это характеры персов. Можно подумать, что у всех персов такой же характер, какой был и раньше, но нет. И вот лишь один пример, который все докажет. Джин переживает за Сяо. Вы понимаете, они даже здесь друзья. Как это возможно? Да для оригинальной Сяо это бы приравнивалось пышной свадьбе и долгой любви вместе с Джином. Ладно, без бинокля можно и не заметить эти изменения, как и многих других персов. Как было в прошлом аниме, половина показанных героев имеет сюжетную линию, другие просто JPG-картинки на фоне. Ну ладно, тут можно и простить. Впрочем, драки здесь неплохие, однако они не запоминаются. Анимация на половину 3D, но не переживайте, второй сезон Берсерка не получился. Ну а также можно отметить неплохой опенинг. Наша оценка 7 из 10. Хороший средняк, но к сожалению не дотащили. Сайфик Форс. Вот если прошлые файтинги более-менее известны, то этот вообще никому не знаком, хоть и имеет две части и несколько дополнительных изданий. Притом есть еще и один спин-офф. Но и это не все, присутствует еще и аниме. Да, уже весомое количество контента, но этого не хватило для общего признания. Поэтому новых игр уже давно нет. Особенность геймплея это экстрасенсорные способности. С их помощью можно не только драться, но и даже летать. Теперь же краткий экскурс о вселенной. Есть здесь у нас экстрасенсы. Это типа Люди Икс. И естественно тут их не любят, поэтому их массово убивают. Есть также организация протестантов, которые хотят помочь экстрасенсам. Но у них фиговые планы, и из-за этого некоторые экстрасенсы стали против них. Один из них ГГ, который является другом главного героя в этой организации. Теперь об аниме. Это пересказ всех событий первой части. И весьма неплохой. Это буквально приложение к первой части. Поэтому аниме почти полностью канон. И конечно по этой причине это все, что можно сказать про сюжет. Драки есть. Но естественно тут преобладает магия больше, чем боевые искусства. Но анимация просто норм. Ставим оценку 8 из 10. Весьма неплохо. Хоть и некоторые чеширы скажут, что аниме просто ужасное. Но это их мнение. На этом все. Надеемся вам понравилось наше видео. Ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы продолжение вышло намного быстрее. Будем с вами обсуждать вышеупомянутые темы под видео. А с вами был Анифокс. Ари Ведерчи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!